Девушки отдыхают Футик классный, а хотите анекдот? Мы двор убирать будем, мы же обещали Не суетись, Генка, первый день каникул, завтра уберем или послезавтра Ой Иду я сквозь бую, сквозь ветероград, и вею, ты будешь этому лад Я буду рад, если ты возьмешь грабли Ах, Геннадий, какой вы неломантичный Пригласите даму на бал, ялких свечей колдавал Ой, дядя Кинг, Лиска сграбля ревальсирует, а Генка надулся Сейчас сделаю с ним селфи Я надулся? Кинг-Конг завалил добычу Какой так? Вы так? А я вот как Ну я вам, сейчас я вам Ген Вот, нашел Да ладно тебе Дружко, он фотоаппарат новый подоили У меня вдохновение Каникулы же! Хм, такой же, как у малыша Не, не такой же В нем установлен квазиноотропный излучатель Если туда посмотреть, мозг переходит в режим подчинения И можно переказывать, что хочешь? Да, действует всего 15 минут, но двор убрать успеем Вы все посмотрите сюда одновременно А, я тебе помогу, только меня не облучай Классно все-таки учиться без двоек Раз, и тебе фотоаппаратик покупают Кинг-Конг проголодался Иди ты сюда, котлеточка Селфи с тарелочкой Так вот, анекдот-то Приходит жучка и внучка в зоомагазин А теперь сюрприз Гена, я тоже туда посмотрела Ждем приказаний Получилось Получилось Приказываю выйти Да, выйти во двор и убрать там все листья Мы не хотим ни думать, ни знать Наша задача приказ выполнять Раньше мы были просто ребята Теперь автоматы все Автоматы я, винтик, я шпунтик Я шпунтик, я винтик, я винтик, я шпунтик Я шпунтик, я винтик Вот славно Сделал дело, гуляй смело Ждем приказа Надо работать Странно, 15 минут уже прошло Эй, очнитесь Работать, работать Грязюка, грязюка Надо убрать, надо убрать Работать, работать Работать, работать Ребята, подождите Давайте поиграем Малыш Давай в Кинг-Конга Роза, а как же селфи? Дружок, ты хотела рассказать анекдот Приходит жучка с внучкой в зоомагазин И работают Да подождите вы Ну очнитесь же наконец Гена Геночка, как ты? Вы не роботы А мы не были роботами Как? Мы тебя немного проучили Я подменила твой квазинат-лопный излучатель на игрушку малыша А потом мы разыграли полное послушание Я так рад Я так рад, что вы ожили Я думал, уже никогда вас не верну Простите Я Винтик Я Шпонтик Я Шпонтик Я Винтик Мысленное излучение А дальше применяем формулу квадрата разности И получаем ответ Видишь, как просто Да Ну и голова у тебя, Генка Любая задачка по зубам Везуха Дружок А я тебе завидую, если честно Мне? Чему завидовать-то? Да много чему Максимум свободы Куча друзей А я Не спортивный совсем Да с твоими мозгами Да я бы Да я бы Эх, ладно Спасибо, Генк Спокойной ночи Где же очки-то? А-а-а Непостижимо Это же не я Это же дружок Произошло невероятное, Гена Видимо, пока мы спали Мы как-то поменялись телами Возможно, мысленное излучение Нашего желания Было такой силы Что наложилось на импульс мозга И он дал команду Ой, а ну Сделай-ка колесо Да, у меня в свое время Получалось получше Но ничего Мое тело само все умеет Привыкай к нему А я наукой займусь Точно Йо, семья К вам идет мегамозг Я могу ответить на любой вопрос Веди себя потише Ты выходишь из образа Ладно, не боись Скоро привыкну ходить с важным видом Роза Будь добра Передай мне, пожалуйста, овощи Для поддержания спортивной формы Мне нужен сбалансированный рацион Сегодня дружок и Гена какие-то странные Что-то у них с голосами не то Думаю, мальчики просто волнуются Ведь у дружка завтра матч на первенство года А у Гены симпозиум по микробиологии Ты должен внимательно изучить все подготовленные мной материалы Проверить их экспериментально Не занудствуй, старик Больше дерзости Как ты был дружком, так и остался Ладно, дерзай Пойду тренироваться Моя стихия – это импровизация и быстрота реакции Как в футболе Ой! Да, не получилось Хотя предсказуемо Гипертермическая реакция на органический катализатор Генка тоже остался Генкой И тело не помогло С моим подходом я все завалил И я Вставай, дружок У тебя сегодня матч, помнишь? Ой! Это же я! Геныч, все вернулось? Как было? Тебе тоже это снилось? Так это был сон! О, как же это здорово быть в своем деле! Да Зря мы завидовали друг другу Жаловались на какие-то трудности А у кого их нет? Легко живется разве что Девчонкам А вот интересно Что у девчонок за жизнь? Эй, эй! Ты что задумал? Опять мысленное излучение? В эфире новости Доброе утро! В эфире Барбоскин Ньюс Сегодня случилось то, чего все так боялись Воза решила приготовить пирог С подробностями наш специальный корреспондент Малыш Барбоскин Здравствуйте! Еще вчера эта кухня была чистой и уютной Посмотрите, что здесь произошло сегодня Но самое страшное случилось, когда Роза поставила пирог в духовку Отвлекшись на свой любимый сериал Она и не заметила, как ее пирог полностью сгорел Малыш Барбоскин Специально для Барбоскин Ньюс Ха-ха-ха! Вот Розка растепа! Ха! Как всегда Наши новости смотрит только один дружок Да Пока аудитория маленькая А может это потому, что мы показываем неправду У Розы же получился очень вкусный пирог А мы говорим, что он сгорел Малыш, ну кому интересно смотреть, как Воза печет пироги? А вот когда все ба-ба-ба-бах Совсем другое дело Помнишь правило трех С? Скандалы, сплетни, сенсации Правильно Если мы все время будем следовать этому золотому правилу Они еще переделутся за место перед телевизором Наверное Сегодня Гена будет ставить химические опыты У него точно что-нибудь взорвется Добудь мне этот материал к шестичасовым новостям Бегом марш! Ага И помни, побольше взрывов, круче ракурс, крупнее картинка! Здравствуйте С вами снова Малыш Барбоскин Сегодня вы увидите химические опыты Которые войдут в Книгу рекордов Пекинеса Как самые, как самые опасные опыты на нашей планете Сначала ничего не предвещало катастрофы Но когда реактивы смешались Случилось страшное Ой, пчелка Отличный материал Да это супер-репортаж Лиза, я... Я, ну давай уже! Эфир через минуту! Лиза! Лиза, подожди! Добрый вечер! В эфире Барбоскин Ньюс А сейчас эксклюзивный репортаж От нашего корреспондента Малыша Барбоскина Лиза, подожди Я же вместо взрывов пчелок снял Каких еще пчелок? Ты что наделал, пчелолюб? Ты же нам все новости загубил Теперь нас не то, что двужок Нас теперь даже мухи смотреть не будут А ну стой! О, Валю! Какие они трогательные Чем-то на нас похожи Наконец-то вы хорошие новости сняли Смотреть одно удовольствие Малыш, вставай Я поняла Все ерунда, кроме пчел Забудь правило трех С Теперь у нас правило трех П Пчелы, пчелы и еще раз пчелы Теперь нас будет смотреть весь двор Что там двор? Весь мир! Ай-ай-ай-ай-ай Вы даже не представляете, что я узнал Неужели красные опять в моде? Оказывается, если общаться с растениями Они растут гораздо быстрее Они нас слышат Это удивительно Слушай, Ген, а ты домашку нам сделаешь? Вам что, совсем неинтересно? Конечно, интересно Но домашка еще интереснее Эй, куда? Это мой перу Был твой, стал мой Эй, это мой перу Да ты рассказывай, Ген Не обращай внимания Так вот, я собираюсь провести опыт Если я буду... Не может быть Ты только посмотри Это же из новой коллекции Представляю, если я так в школу приду Все девчонки умрут от зависти Так о чем ты там, Геночка? Да так, ни о чем А, ну хорошо Ген, Ген, так ты сделаешь нам домашку? Это мой перу Мой! Гением во все времена приходилось трудно Но это не мешало им совершать великие открытия Ну что ж, начнем эксперимент Ты уж извини, я как-то не привык с кактусами разговаривать Меня, кстати, Гена зовут А я не говорю, получится закись азота Смотрю, вот инфузория А там закись углерода Представляешь? Слушай, ты не проголодался еще? Я читал, тебя нужно редко поливать Ребята, это все-таки случилось Гена сошел с ума Что на этот у вас? Опять инопланетяна вызывает Хуже, он с кактусом разговаривает Да ладно Может тебе помещилось? Вот сейчас перекусим И гулять пойдем О, ну что, убедились? Гвоздь мне в кеды Вот послушай, тебе понравится Что же делать? Мама с папой этого не переживут Это у него все от стресса и подавляемых комплексов Надо с ним поговорить Не вздумай Какие вот психологи-самоучки Могут нанести больному еще больший вред? Тогда надо просто выкрасть у него этот кактус Точно, нет кактуса, нет проблемы Только незаметно Его нельзя травмировать Все, сейчас он заснет И кактус точно наш Знаешь, а ты хороший собеседник По крайней мере, ты меня слушаешь А то дружку с Лизой только и надо, что задачки списать Розе вообще до меня нет дела Ладно, не будем о грустном От таких разговоров ты точно не зацветешь Ну, ничего Спокойной ночи Получается, проблема-то не в кактусе А в нас Доброе утро Еще не зацвел? Ну-ну, ничего Привет Ну, как тут твой опыт с кактусом? Да пока без изменений А ты ему сказки пробовал читать? Нет Только энциклопедию растений А что, неплохая идея Надо попробовать сказки А еще можно по ролям читать Точно, так еще веселее Погодите А чего это вы такие добрые? Опять домашку надо помочь сделать Э, да нет Просто хотим пообщаться Ага О, смотрите Эксперимент удался Тайное общество волшебников Крамба, карамба, лямбда Крамба, карамба, лямбда Пустите меня Ну, пожалуйста Дружок, ты опять будешь нам мешать? Да буду Пока вы не примите меня в свое тайное общество волшебников Ну, пожалуйста, пожалуйста Дружок, мы не можем тебя пустить Крамба, карамба, лямбда Крамба, карамба, лямбда Хватит дуться Мы же стулас тебе говорили Членом нашего тайного общества волшебников Может стать только тот, кто увидел магический кристалл Ну, так покажите мне этот кристалл Подумай логически Если мы его тебе покажем То ты узнаешь нашу тайну И тогда наше общество перестанет быть тайным Тайнику собраниус через пятус минутус Дружок, а чего она сказала? Я этот тайный язык еще не выучил Тайное собрание через пять минут Спасибо Я все равно узнаю вашу тайну Крамба, карамба, лямбда Құұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұ Ух! 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 Дружок! С тобой всё в порядке? Я так одинок! Своим тайным обществом вы поставили между нами непреодолимую стену! И мне уже кажется, что мы совсем не братья! Да ладно тебе! Это же игра! Слушай, есть у меня одна идея! Генка, закрывай хорошенько дверь, чтобы дружок не вошел! Крамба-карамба-лямда! 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 Что?! Гвоздь мне в кеды! Это и есть ваш магический кристалл?! Да это ж булыжник, который мы с малышом притащили со двора, чтобы дверь подпирать! Это дружок! Нас раскрыли! Генка-поедатель! Мы должны наказать Генку за то, что он предал наше тайное общество волшебников! Зато он своего брата не предал! Да какая разница, если тайного общества волшебников больше не существует! Почему не существует? Потому что все теперь знают про нашу тайну! Раньше хоть двужок не знал! А теперь и кто? Тимоха! Точно! Крамба-карамба-лямда! 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 может стать только тот, кто увидел магический кристалл. И не пытайся ничего узнать. Ты и так слишком много видел. Все равно я узнаю вашу тайну. Сначала сорняки. Дружок, слезай! Слезай! Генка меня пела и обещала отправить по воздушной магистрали. Слезай! Кто не успел, кто-то опоздал. Поехали! На старт, внимание, марш! Мамочки! Нелетная погода. Я, пожалуй, пешком поползу. Я тоже. Что, на речку собрались? Правильно. Настоящий капитан покоряет океан. Только вот сначала сорняки выплыть надо. А то ведь две руки хорошо, а восемь лучше. А я за грибами. Надеюсь, им сегодня не повезет. Значит, сорняки. Средство от сорняков. Раз. И готово. Ага, струсил лопоухий. Сувниковая печалька. А, пши. Ура, скупация! Ура! Какой же ты, Геночка, умный. Это еще что. Видела бы ты, как я расправился с бациллами на уроке химии. Даже учительница испугалась. А-а-а! Не может быть! Апупия ложно-дур! Что? Единственный в мире сорняк, у которого наблюдаются признаки интеллекта пятилетнего ребенка. Глупында! А средство от сорняков действует на него наоборот. Он начинает расти в геометрической прогрессии. Что теперь дедушка скажет? Может, не заметит. Чтобы избавиться от этого ложно-дура, надо пробраться в сердцевину сорняка и вырвать его центральную тычинку. Ну а по краям тычинку охраняют три хищных цветка. Вот это да! Сможете их отвлечь? А я вырву центральную тычинку. Я тебя породил, я тебя и уничтожу. Я тебя и уничтожу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ура, Генка очнулся. Ну-ка нашу напугал. Как ты себя чувствуешь? Вроде нормально. Тогда на речку кулкаться. Сначала сорняки, выдрать все до единого. Алло, сынок, суши якоря, срочно приезжай. Тут все дети заболели. Да, все сразу, представь, пропалывают грядки в огороде. Я их все лето пытался полоть заставить, а тут сами побежали по первой просьбе. Давай быстрей и скорую вызови, а лучше две. Фейерверк Малыш, привет! Смотри! Ого, полное! Поздравляю! Я теперь сто килограммов мороженого купить могу. Сто килограммов одному вредно. Ладно, тогда девяносто девять мне, а один тебе. Ну и где вы? Идите скорее. Вот это аппарат! Сейчас как бабахнет! Это будет фейерверк из фейерверков. Ну как? Что как? Где фейерверк-то? Так это и был фейерверк. Только не простой, а высокотехнологичный. Знаете, сколько процессов произошло между поворотом рычага и появлением дыма? Генка, это конечно здорово! Но где искорки? Где огоньки? Лиза же просила салют на день рождения, а тут дым от паровоза. Вы ничего не понимаете. Другого не будет. Хорошо, что у нас еще с нового года немного фейерверков осталось. Их и будем завтра запускать. Вот значит как. Хотите вместо моего технически совершенного фейерверка запускать эти банальные палки с ракетами? Так нечестно! Лучше палки с ракетами, чем дым от паровоза, от которого никакой радости. Лучше научный прогресс, чем массовый ширпотреб. Вот и запускай свой прогресс. А мы с малышом устроим настоящий салют. Гена, зачем ты хочешь забрать наш салют? Это не то, что ты думаешь. Вы чего тут устроили? Генка, а ну положи коробку на место! Нет! Отдай! А ну стой! Отдай! Нет! Отдай! Стой! Нет! Генка! Отдай! Отдай! Отдай, Генка! Отдай! Ура! Салют! А Лиза? Лиза этого не увидит Завтра Лиза увидит мой салют Получше этого Мы ждем Ну давайте, запускайте А теперь фейерверк Ура! Это самый лучший подарок Все, а? Как все? А салют-то где? Это и был салют Могу еще раз показать Просто это салют Высокотехнологичный Здесь происходит очень много процессов Ну, хочешь, иди сама нажми Лиза, как иначе? Это же весело Ну пойдем Ура! Ура! Как красиво! Ура! Фейерверк! Фейерверк! Как это чудесно! Так это был розыгрыш Ха-ха-ха! Ух, сорванцы! Генг, ты это Только не обижайся, а? Ну что, я был неправ Мир не готов к высокотехническому совершенству Эх, спасибо, выручи Это все малыш Я просто подумал, что мне все равно не съесть 100 килограммов мороженого Вот мы и решили Лизе в пейерверке купить На всякий случай Вдруг твой не сработает Красота требует жертв Хм, жидкость закончилась Как не вовремя Потерпи Мама новую купит И вечером принесет Какое потерпи Скоро Тимоха зайдет Мы в кино с ним идем Нельзя, чтобы он видел меня такой Такой Некрасивой Шесть Семь Восемь Девять Гена, ты не отвлекайся, я на минуточку Ну вот Все сначала Фу, надымил Я только возьму этот Как его? Ацетон Роза, я же просил Не трогать мои реактивы Тебе что, жалко что ли? Мне же всего три капельки нужно Ну две Одну Мне очень, очень нужно И не входить Не дал А времени совсем нет Как же мы пойдем с Тимохой в кино? Лиза Может ты попросишь у Гена ацетон? Не даст Это же реактивы Что же делать? Ух ты, пух ты А кто сегодня со мной будет играть? Воза А я в библиотеку Удачи Малыш Малыш, ты в шпионов играть любишь? Семь Восемь Девять Десять Что? Уже открыть некому? Нашел Странно Никого Эй Кто здесь? Что там такое? Я же ключи забыла Малыш Что ты здесь делаешь? Я Эй Эй Осторожно Ацетон Он же на полке стоял Мне же всего три капельки нужно Ну Рассказывай Мы с Розой в шпионов играли Я провалил миссию Понятно Мне вот теперь интересно Кто все это убирать будет? Только бы никто не увидел меня с такими ногтями Роза А? Ты меня встречаешь? Нет То есть Да В смысле Привет, Тимоха Как дела? Дела хорошо А что ты прячешь? Ничего А что мне прятать? Тогда в кино? Ты поезжай А я не могу Почему? О? Это она Агент Малыш Наручники Класс Вы меня выручили Спасибо Теперь ваша миссия Уборка Как? А кино? Эй Красота Требует жертв Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо